Установка СНПЧ на многофункциональное устройство Epson Stilus Office BX305F. Поставьте СНПЧ с правой стороны от многофункционального устройства и расправьте чернильный шлейф. Вытащите маленькие пробки и аккуратно установите на их место воздушные фильтры. Это рабочее положение СНПЧ. Обязательно сохраните пробки на случай дальнейшей транспортировки принтера с установленной СНПЧ. Подключите многофункциональное устройство к электросети и включите его. Используя подсказки на дисплее, установите все необходимые вам настройки. Выберите язык. Откройте крышку печатающего устройства. После того, как каретка выйдет в положение замены картриджей, отключите многофункциональное устройство от электросети, вытащив шнур питания из розетки. Если перед установкой СНПЧ многофункциональное устройство уже работало, извлеките картриджи из каретки, следуя инструкции к принтеру. При помощи плоской отвертки снимите крышку отсека картриджей, установив отвертку между клипсой и кареткой. Отклоните клипсу до возможности извлечения крышки. Снимите крышку. В случае поломки клипсы принтер продолжает работать. Проверьте соответствие порядка картриджей цветной наклейки на корпусе многофункционального устройства. Вставьте блок картриджей в каретку. Передвиньте каретку и аккуратно нажмите на картриджи до характерного щелчка. Проверьте все четыре защелки. Закрепите чернильный шлейф в клипсе и установите ее на каретку. Установите чернильный шлейф в клипсе и закрепите ее с внутренней стороны на корпусе многофункционального устройства. Закрепите еще одну клипсу справа на корпусе, но не фиксируйте в ней шлейф. Передвиньте каретку в крайнее левое положение, затем в крайнее правое положение, проверяя, не перекручивается ли шлейф и не мешает ли он ходу каретки. Подключите печатающее устройство к электросети и включите его. При появлении на дисплее многофункционального устройства информации о необходимости заменить чернильный картридж, проведите процедуру обновления чернил зажатием на 5-7 секунд кнопки обнуления, находящейся над картриджами и нажмите кнопку «Ок». Закройте крышку принтера. Через несколько минут многофункциональное устройство будет готово к работе. Резервуар с чернилами должен находиться на том же уровне, что и принтер, не выше и не ниже. Переходим к печати тестовой страницы. Для этого убедитесь, что многофункциональное устройство соединено с компьютером и в лотке есть бумага. Нажмите «Пуск», «Устройство и принтеры», правой кнопкой мыши нажмите на принтере и выберите «Настройка печати», «Сервис», «Проверка дюз» и нажмите кнопку «Печать». Удачной вам печати! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...